Добрый вечер, уважаемые трейдеры. С вами Мария Кухта и предлагаю вашему вниманию свежий обзор рынков на понедельник, 27 ноября. Мы сегодня посмотрим с вами, как всегда, валютный рынок, посмотрим золото-серебро, нефть-газ, а также S&P 500 и биткоин-эфир. Ну что ж, давайте начинать. Значит, валютный рынок и индекс доллара. Ребят, по индексу доллара я еще в пятницу советую вам открывать продажи. У нас, в принципе, здесь хороший шартовый паттерн формировался, и локальная отработка есть внутридневная. Что дальше? Дальше я считаю, что индекс доллара у нас нацелен на перелог, то есть у нас пока шартовая перспектива сохраняется, никаких предпосылок для обратного движения наверх у нас нет, поэтому индекс доллара продолжаем работать в шорт ниже откатного уровня сопротивления в районе 104. В рамках защитного импульсного движения от 17 и 20 ноября у нас торгуют за индекс доллара, то есть несколько торговых дней у нас подтверждение защиты присутствует, поэтому дальше индекс доллара у нас нацелен на обновление минимумов текущего месяца и ниже. Либо с текущих будем уходить вниз, либо будем еще как-то добирать торговую позицию в рамках пятничного движения вниз, но тем не менее направления шартовые, перспективы шартовые, и продолжаем смотреться в шорт. Локально мы уже себя отработали, то есть кто шартил в пятницу еще по моей рекомендации предыдущей, я напомню, что последнее видео я записывала в четверг, в четверг на прошлой торговой неделе, и осветила открываясь продажи по дикте. Ребят, все видео есть на моем YouTube-канале Амрия Кухтотрейдер в открытом доступе, поэтому если вы еще не подписались, подписывайтесь и всегда будете получать хороший аналитический контент от меня с торговыми идеями, с анализом основных финансовых инструментов, значит, и, соответственно, по индексу доллара в пятницу осветила работать на снижение, а локально мы уже себя отрабатываем и дальше продолжаем смотреться вниз. Евро-доллар, давайте посмотрим. По евро-доллару советую открывать покупки евро-доллар ланги. Значит, сегодня будет несколько торговых идей, ребят, поэтому смотрите внимательно сегодняшний обзор. По некоторым инструментам будут общие моменты озвучены, а по некоторым инструментам будут торговые идеи, и среди таких есть у нас валютная пара евро-доллар. Евро я еще в пятницу, в четверг, прошу прощения, советовала вам покупать, то есть на своем последнем видеообзоре выше откатного уровня поддержки 1.0880. Мы уже в моменте себя пятницу неплохо отработали, но тем не менее продолжаем смотреться на покупку. Отработка у нас произошла в моменте такая локальная, поэтому у нас присутствуют все шансы для продолжения роста. Кто не покупал евро, можете пробовать еще покупать, потому что мы находимся в рамках ланговой формации, защитные движения присутствуют 17 и 20 ноября по валютной паре евро-доллар, после чего подтверждение защиты в виде локальной хорошей ланговой комбинации. Поэтому все шансы для обновления локальных максимумов по евро у нас присутствуют, поэтому евро ланги. Можете с текущих открывать покупки, если еще ранее не покупали, можете подождать какую-то локальную, возможно, откатную дневочку. В понедельник мы сформируем, а возможно, и уже готовы дальше двигаться наверх в сторону восходящей тенденции, которая у нас сформировалась по валютной паре евро-доллар за последние торговые месяцы. Доллар-франк. Давайте посмотрим. Доллар-франк у нас в шартовом направлении. Ребята, доллар-франк дальше смотрится на продажу. Здесь можно отметить несколько зон откатных сопротивлений. Первая зона в районе 0,8865 ценовая отметка. И вторая зона сопротивления – это локальный конституционный уровень сопротивления 0,8850, за которой у нас происходила борьба за последние несколько торговых дней. Есть реакция на эту ценовую зону в пятницу. Мы уже показали новый лоу от этого уровня. И дальше продолжаем смотреться в шорт. Поэтому доллар-франк шарты ниже сопротивление 0,8850. Фунт-доллар у нас продолжает смотреться наверх и нацелен в сторону восходящей тенденции, которая образовалась за последние два торговых месяца по данному инструменту. По фунту я на последнем обзоре, ребят, советовала вам открывать покупки. Обзор записывала в четверг, 23 ноября. Обзор есть в свободном доступе на моем YouTube-канале Мария Кухта Трейдер. Если вы еще не смотрели, можете посмотреть. И, собственно, в этом видео я советовала вам открывать покупки по фунту. И мы уже хорошо себя отрабатываем в моменте локально. То есть четверг и пятница. Неплохое восходящее движение по валютной паре фунт-доллар. А что дальше? Дальше лонги. Но уже с текущих не советую покупать. То есть если еще евро можно сейчас пробовать покупать, то фунт-доллар у нас уже находится на этапе отработки торговой формации. У нас уже хороший импульс наверх произошел по фунту пятницу. Поэтому кто покупал, продолжается удерживать лонги. Если не покупали, ждите коррекции. Возможно, от коррекции тогда у нас сформируются подтверждающие какие-то моменты по фунту и дальше будем работать в лонг. То есть пока направление лонговое, точек входа свежих нет. Но тем не менее фунт продолжает смотреться наверх и в сторону локально восходящей тенденции уже отрабатывает мою предыдущую публичную торговую рекомендацию на покупку. То есть когда у нас была хорошая формация, когда у нас неплохое локальное подтверждение сформировалось, неплохая локальная комбинация сформировалась, тогда я вам посоветовала покупать фунт. Сейчас мы уже в движении удерживать лонги. А если не покупали, то ждите свежих точек входа. Так, на взландский доллар давайте смотреть. Валютная пара NZD и USD. Ну примерно у нас такая же картина, как и по фунту. Направление лонговое, выше откатного уровня поддержки 0.6015. Покупки по новозландскому доллару продолжаю рассматривать. Новозеландец на самом деле я им советовала покупать еще ранее. В четверг на обзоре 23 ноября, в среду на обзоре 22 ноября. Ребята, здесь мы в моменте торговались. По хорошим ценам советовала покупать новозландский доллар. И отработка локальная у нас уже происходит. Формация, которую я отобрала для вас по своей авторской торговой стратегии «Защитный трейдинг». Здесь у нас подтверждение защитного движения происходило. Как защита по NZD и USD у нас выступал. Да и выступает, в принципе, импульс от 14 ноября. Импульс наверх. Подтверждение этого импульса. Я ранее озвучивала все шансы, все предпосылки для продолжения роста у нас. Сформировались и отработка локальная есть. В закрытом канале я продолжаю удерживать покупки по новозландскому доллару, также по евро-доллару. Потому что у нас по этим валютным парам неплохие формации есть и неплохие восходящие перспективы. Доллары как ранее были сформированы, так и сейчас продолжают подтверждаться. Поэтому новозландский доллар удерживает слонги, кто покупал. По крайней мере, сейчас озвучиваю направление лонговые выше 0,6020. Продолжаем работать на покупку. Будем уходить наверх либо с текущих, либо еще как-то добирать торговую позицию в рамках последних двух импульсных лонговых дневок. От четверга и от пятницы прошлой торговой недели. Поэтому здесь направление лонговое. Продолжаем работать в лонг. Австралийский доллар. А вот здесь ситуация тоже очень хорошая. Здесь, в принципе, можно и попробовать докупиться от коррекции в моменте, потому что у нас еще недалеко от паттерна мы ушли. По австралийскому доллару у нас как защитное движение по Австралии выступает 17 и 20 ноября. Импульсный рост, после чего три дня комбинации локальной консолидации подтвердила защиту. И я уже в четверг советовала вам покупать Австралийс. В моменте мы себя отрабатываем локально, но тем не менее дальше смотримся наверх. Судя по всему, готовы, готовы уже быки по австралийскому доллару дальше расти. Я пока не вижу каких-то альтернативных вариантов в данном случае. Поэтому либо с текущих будем уходить наверх, либо еще добирать торговую позицию в рамках пятничного роста. Ну и это, в принципе, такое было у нас, такое локальное движение, не амплитудное, поэтому вполне допустимо сейчас еще докупиться по австралийскому доллару. Точно так же, как и по евро-доллару. То есть евро можно купить, австралиец можно сейчас купить. Хорошие у нас здесь паттерны присутствуют. И все шансы для продолжения роста, для продолжения движения в сторону своих восходящих тенденций, которые образовались за последние торговые месяцы у нас есть. Поэтому данные валютные пары продолжают смотреться наверхом. Доллар-иена. Давайте посмотрим по доллар-иене. Ребят, ну ситуация здесь, скажем так, немножечко скользкая, потому что довольно сильно лонговый такой импульс у нас произошел 22 ноября. Но судя по всему, судя по тому, как мы показали, во-первых, реакцию на максимум среды 149,7, показали ее в виде консолидации 3 дня, плюс мне нравится, как закрылась дневочка пятница. То есть четверг-пятница – это внутренние дневки, внутренние дневки в рамках предыдущего движения вниз. Несмотря на то, что был такой хороший выкуп наверх, я считаю, что давление вниз локальное, которое уже началось формироваться в пятницу на прошлой торговой неделе, оно, судя по всему, имеет все шансы для продолжения. То есть шарты по доллар-иене рассматриваю ниже 149,75 с целью на достижение ближайшей поддержки 148,1 и в перспективе на обновление минимумов месяца текущего в районе 147,1. Поэтому доллар-иену рассматриваю на продажу в рамках защитного импульсного снижения, которое произошло у нас еще 16, 17 и 20 ноября. Так, валютный рынок, в принципе, мы с вами рассмотрели. Как вы видите, есть пару торговых моментов, можете воспользоваться, если торгуете в Форекс. Теперь давайте переходить к рынку металлов. Ребят, золото, серебро. Золото у нас отлично растет и продолжает смотреться наверх. Золото можно дальше открывать покупки. Я еще ранее публично усредила покупать золото. В четверг, 23 ноября, это последний обзор, который я записала, и в котором я советовала покупать золото выше откатного уровня поддержки 19,85-19,90. Локально мы же себя отрабатываем. То есть в пятницу мы начали уже, скажем так, локальную отработку моего прогноза. Но, тем не менее, пока находимся в рамках паттерна, пока находимся в рамках защитного локального импульсного движения от 21 ноября и подтверждаем дальнейшую восходящую перспективу по данному металлу. Ну, на самом деле, я уже неоднократно и на последней торговой неделе, да, еще и раньше, я здесь советовала вам покупать данный металл. Кто смотрел мои видео, вы знаете. Если покупали, отлично. Мы уже себя сейчас очень хорошо отрабатываем и продолжаем смотреться наверх. Все видео есть в открытом доступе на моем YouTube-канале Мария Кухтотрейдер. Ребят, если вы еще не подписаны, подписывайтесь. И всегда будете получать хороший аналитический контент от меня с анализом основных финансовых рынков и с торговыми идеями, если такие сформируются у нас на графике. Если будут соответствующие паттерны, торговые рекомендации озвучиваю и публично в видео, и даю сигналы в своем закрытом телеграм-канале. Так, значит, золото. Можно и с текущих пробовать работать в лонг, если вы еще не покупали. Почему? Потому что, как я уже сказала, у нас по золоту формируются все шансы для прорыва сопротивления в районе 2008. 2000 – это психологический уровень сопротивления, который у нас все-таки удерживали медведи по золоту. Но, тем не менее, считаю, что будем прорваться выше и обновлять образовавшиеся максимумы по этому золота лонги. Либо с текущих, либо еще как-то будем добирать торговую позицию в рамках пятничного движения. Но, тем не менее, можно пробовать и сейчас покупать, если вы еще не покупали ранее. Потому что, конечно же, желательно было бы купить золото тогда, когда я говорила последний раз на обзоре в четверг. И вы уже сейчас бы в локальном профите были. Но, смотрите уже по своей ситуации. То есть, если вы еще не покупали данный металл, можете купить. И, как я уже сказала, ожидаю хорошего импульсного выброса наверх с перспективой на прорыв образовавшегося сопротивления и выше. У меня серебро. Давайте посмотрим. Вот посмотрите, что делает серебро, ребят. Хороший, замечательный лонговый паттерн, который я отобрала для вас. Я озвучила публично по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Как защитное движение по серебру у нас выступал импульс наверх от 14, 15 и 16 ноября. После чего подтверждение защиты правильной графической лонговой комбинации. Каким образом серебро сформировало лонги, все рассказываю на индивидуальных курсах обучения. Кому интересно, обращайтесь в личку. Вся моя контактная информация есть под видео. И обязательно расскажу, как понимаю рынок, как отбираю паттерны и почему здесь советовала покупать серебро. И посмотрите, что сделал данный металл. Я в четверг на обзоре, ребят, советовала вам открывать лонги. И раньше на своих предыдущих обзорах тоже говорила о том, что работаем в лонг. Работаем лонг по серебру, открывайте покупки по серебру. И посмотрите, какая у нас шикарная отработка. Импульс наверх показала серебро пятницу на пошлоторговой неделе. Мы пробили предыдущие максимумы, как и прогнозировала. И продолжаем смотреться наверх. Но сейчас я уже не советую открывать покупки, потому что мы уже в движении. Мы уже отрабатываем предыдущий паттерн. Каким образом нужно заходить в рынок, тоже рассказываю на курсах обучения. А мы заходим в рынок от формации. Когда уже у нас пошло движение, это уже отработка формации. На чем нужно уже зарабатывать? Потому что если есть паттерн, если есть хорошая формация, тогда мы с вами должны открывать торговые позиции. А когда уже пошло движение, это уже, скажем, новое потенциально возможно защитное движение, которое нужно опять-таки подтверждать. И на котором можно зарабатывать, если до этого был паттерн. А по серебру у нас был лонговый паттерн. Я озвучивала это и публично, и неоднократно. Я в закрытом канале давала торговый сигнал. И это я вам тоже показывала в своем открытом телеграм-канале Марии Кухтотрейдер. Я форвардила сигналы по серебру, по другим инструментам. Вы сами видите, где я заходила, где я сверила, вернее, покупать данный металл. И какая у нас сейчас происходит хорошая импульсная отработка. Поэтому продолжаю удерживать покупки по серебру в закрытом канале, стоп-лосс без убытки. И дальше смотримся наверх. Так, а теперь давайте смотреть S&P 500 из фондовых индексов. Мы с вами S&P посмотрим. Ребят, по S&P ничего у нас не меняется. По S&P ожидаю импульсного выброса наверх, потому что S&P у нас находится в таком хорошем поджаре. Сейчас наверх есть хорошая аккумуляция позиций. И с этой аккумуляцией ожидаю импульсного выброса на север по фондовым индексам S&P 500, потому что все-таки все шансы для этого у нас есть. Во-первых, у нас тенденция восходящая, которая сформировалась по S&P еще начиная с конца октября. Импульсное движение наверх. Уже месяц мы растем по данному инструменту. И из последнего, что примечательно, это, как я уже сказала, такая консолидация позиций с поджателем наверх, накопление, с которого ожидаю хорошей импульсной реакции. И думаю, что эта реакция будет наверх. То есть еще одного, как минимум одного импульса наверх по S&P стоит ожидать. Возможно, из секущих будем показывать это движение, потому что поджателем наверх есть, аккумуляция позиций есть, откатные локальные у нас присутствуют, и это 45-35 поддержка, которую я еще ранее озвучивала. Ну, в принципе, я еще ранее на обзорах, ребят, советовала вам покупать S&P, мы уже себя локально отрабатываем. Но, тем не менее, все шансы для импульсного выброса наверх, для продолжения роста у нас здесь присутствуют, поэтому S&P, дальше LNG. Так, теперь давайте посмотрим нефть и газ, нефть марки Brent. По нефти. По нефти у нас уже, в принципе, определилась картина, и это шарты. Нефть, ребят, советую шарти, сниже откатного уровня сопротивления, максимум пятницы 81,9, ценовая отметка. Ключевой откатный уровень сопротивления консолидационный, это у нас 82,5, ценовая отметка. Есть на эту зону реакция. У нас на прошлой торговой неделе среда, четверг, пятница, хорошая реакция вниз. В принципе, вот этот рост мы перекрыли. По нефти мы уже получили достаточное количество информации для того, чтобы дальше спрогнозировать продажи, поэтому нефть, шарты. Отмечаю сопротивление ключевое 82,5, и отмечаю сопротивление локальное 81,9, максимум пятницы, ниже которого можно работать в шорт. Может, с текущих провод шартить, а, возможно, еще будем здесь добежать торговую позицию в рамках пятничного снижения. Но оно такое локальное, не амплитудное, то есть, в принципе, вполне допустимо, и если у нас будет доформирование торговой формации, добор торговой позиции, вполне допустимо, и эту просадку выдержать локальную, даже если с текущих откроется продажа. И ожидаем дальнейшего падения. Какая цель для падения? Ближайшая это 77,3 ценовая отметка, и в перспективе это обновление минимумов текущего месяца и ниже. Поэтому нефть ожидаю вниз, в сторону краткосрочной шартовой тенденции, образовавшейся за последние несколько торговых месяцев. ГАЗ, давайте посмотрим по натуральному ГАЗу, что у нас интересно сформировалось. ГАЗ у нас дальше, дальше смотрится в шорт, ребят. По ГАЗу у нас есть локальный откатный уровень сопротивления в районе 2,922. Это максимум вторника прошлой торговой недели. И среда, пятница, прошу прощения, хорошее движение, которое подтверждает предыдущие падения. Я имею в виду хорошую консолидацию позиции, которая подтверждает предыдущие падения по ГАЗу. Это значит, что ГАЗ у нас дальше смотрится в шорт с целью на обновление локальных минимумов в районе 2,8 и ниже. Тенденции у нас краткосрочные шартовые. В сторону этой тенденции у нас есть шанс дальше двигаться. По данному инструменту, возможно, из текущих будем уходить. Здесь, возможно, еще как-то оттестируем сопротивление 2,920. Увидим по факту, но, тем не менее, шорты довольно хорошо прослеживаются по натуральному газу. Поэтому работаем в шорт по данному инструменту. Так, и давайте криптовалютный рынок еще посмотрим. Биткоин эфир. По криптовалютному рынку. Но все-таки считаю, что текущее движение, которое у нас сегодня происходит, в воскресенье 26 ноября, это, скорее всего, коррекция по отношению к предыдущему импульсному росту. То есть пока я не вижу какой-то отмены лонгового сценария, потому что основной сценарий по крипте ожидаю лонговый. Но единственный момент, непонятно, какая будет у нас глубина этой коррекции. Это раз, потому что рынок вправе добирать торговую позицию в рамках защиты последней. Как последняя защита, биткоин у нас сформировал импульсный рост от 22 ноября. Поэтому защитное движение есть. Пока удерживаем откатный уровень 37.115, выше него лонги. Если будем уходить ниже откатного, ну тогда нужно уже будет смотреть по факту, будет ли продолжаться давление вниз по биткоину или нет. Но, смотрите, направление лонговое. Если закрываемся выше 37.115 примерно, смотрите уже по факту, как закроем дневочку, даже чуть пониже можно отметить 37.140. Ценовой уровень поддержки. Если закроемся выше, можно рассмотреть лонги. Плюс у нас еще есть минимум коррекции, минимум отката. И это 36.870 ценовая отметка. Но, конечно, если сегодня уже продавят цену вниз сюда, по биткоину, то, скорее всего, это уже будет коррекция, которую нужно перекрыть. В силу того, что довольно уже амплитудный такой шартовый импульс у нас получится. Поэтому смотрим, как закроется день. Если закрывается выше текущей локальной консолидации, то можно открывать покупки с целью на перехай. Эфир. Давайте посмотрим. По эфиру, в принципе, ситуация похожая. По эфиру тоже мы смотримся наверх. Еще у нас есть локальная комбинация, которая подтверждает актуальность импульсного роста от 22 ноября. Поэтому эфир покупки выше 20.40. Откатный уровень поддержки. Скрываемся выше сегодня. Можно работать в лонг с целью на пробитие сопротивления 21.35 и выше. То есть пока в тренде биткоин и эфир я пока не вижу какой-то альтернативы по крипте. Но в любом случае, если что-то будет меняться, если будут формироваться какие-то дополнительные моменты, все это для вас будет озвучиваться на своих следующих обзорах. Поэтому следите за моими обзорами. И всегда узнавайте актуальную информацию по основным финансовым инструментам, в том числе и по криптовалютному рынку. Ну что ж, ребят, у меня на сегодня все. Если вам понравился сегодняшний обзор, поставьте, пожалуйста, лайк. Я напомню, что на моем YouTube-канале Мария Кухтотрейдер данное видео выйдет сегодня, в воскресенье, 26 ноября, и на YouTube-канале компании Markets. Видео продублируется завтра, в понедельник, 27 ноября. Не забывайте подписываться на мой YouTube-канал Мария Кухтотрейдер для того, чтобы всегда получать хороший контент аналитический от меня с анализом основных финансовых инструментов. Я напомню, что я анализирую все рынки. Я анализирую валютный рынок, криптовалютный рынок, фондовый рынок, фондовый индекс, металлы, товарно-серейовый рынок. В сервере анализирую пастфаторскую торговую стратегию, защитный трейдинг. Если есть хороший паттерн, если есть хорошая комбинация графическая, тогда я вам советую торговать тот или иной инструмент. Сегодня было несколько торговых идей от меня. Если вы внимательно смотрели сегодняшний обзор, то сможете услышать, по каким инструментам, и узнать, вернее, по каким инструментам я светло открывать торговые позиции. Если вы желаете вовремя получать торговые сигналы, если вы желаете вовремя получать не только сигналы, но и сопровождение по сигналам, и четкий ценовой уровень стопа, когда открывать сделку, когда выходить с позиции, как частично фиксировать позицию, куда выставлять стоп-лосс, вы можете подписаться на мой закрытый телеграм-канал Викбария Кухта, где я даю торговые сигналы. И вам уже не нужно будет тратить время на просмотр видео, на поиск каких-то торговых идей. Вы уже будете в курсе всегда, когда поступает торговый сигнал, вы сразу сможете открыть соответствующую торговую позицию. Потому что лимитками я не работаю, я работаю по рынку. Если рынок рисует ту ситуацию, которая мне понятна, я тогда даю торговые сигналы. Потом эти сигналы все сопровождаю. Если интересует курс обучения, я напомню, что по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг я провожу курсы обучения. Ребята, обращайтесь в личку по поводу обучения, всю информацию предоставлю. Кому интересно, пишите, все мои контакты есть под видео. Так, в принципе, основные инструменты мы с вами сегодня проанализировали. Поэтому буду благодарна за ваши комментарии, буду благодарна за ваши свежие отзывы, реакции. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Я напомню, что вы можете задавать вопросы по тем инструментам, которые вам интересны, которые вы торгуете. Писать сигары этих инструментов в комментариях. Я обязательно их буду рассматривать на своих следующих обзорах, анализировать их и свою позицию озвучивать. Всем хорошего дня. Жду свежего фидбэка. И до скорой встречи.